Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Бенджамин Ковен это один из самых моих любимых криптоаналитиков. Его прогнозы всегда основаны на математике, а канал сильно отличается от этих вечно открытых ртов. Если что, против Криса и его компании ничего против не имею, но вот эти превьюшки не по-взрослому они выглядят. Сегодня я хочу показать тебе его свежее видео, в котором он рассказал о нижних целях биткоина, а также показал и верхний потолок той самой логарифмической регрессии, о которой я недавно упоминал и в своих видео. Как мы видим, было очень много недельных свечей, которые безуспешно пытались пробить нижнюю границу этой регрессии. Но дело в том, что как только цена биткоина преодолеет эту нижнюю границу и закрепится выше нее, для биткоина откроется дорога для финального рывка на 100 тысяч долларов. Что ж, давай теперь я переведу главные моменты из этого видео-бена специально для тебя. А если ты тут впервые, не забудь подписаться на канал. Здесь мы каждый день говорим о криптовалюте. Также поставь лайк, мне будет очень приятно, а каналу помогает попадать в рекомендации. Сегодня мы поговорим о коррекции биткоина. Биткоин откорректировался, и на данный момент его цена находится точно над 8-недельной средней скользящей, потому что он использует эту скользящую среднюю как поддержку на протяжении всего этого бычьего рынка. Я не буду утверждать, что мы удержим эту поддержку и на этот раз, потому что сейчас она может быть пробита. Но я скажу, что если вы сравните текущее движение с аналогичным 2 цикла назад, 8-недельная средняя скользящая тоже была поддержкой. Когда цена пробила ее, то падение остановилось только лишь на ленте поддержки из двух скользящих средних больших таймфреймов. В текущей ситуации можно предположить, что если мы тестируем краткосрочную среднюю скользящую, которую уже тестировали неоднократно на протяжении этого бычьего рынка, и цена упадет ниже нее, то она остановится уже на 20-недельной средней скользящей. То есть падение составит 24%. Цена не касалась этого уровня с октября 2020. Так что подобное падение не станет для меня неожиданностью. 20-недельная средняя скользящая сейчас находится на уровне 42 400 долларов. Кстати, в своем видео я тоже говорил об этом уровне. Очень приятно, что наши мысли с Беном пересекаются. Забавно то, что в краткосрочном варианте мы даже можем не добраться до этой скользящей. Уже прошло 189 дней с прошлого касания этой скользящей. В прошлом цикле не было таких длительных сроков. Максимальный срок составил 140 дней. Еще один срок был 56 дней и еще 119. Сейчас уже 189 дней с последнего касания. И цена до сих пор не вернулась и не протестировала 20-недельную скользящую. Именно поэтому я говорю, что текущий цикл больше похож на позапрошлый, в котором мы также отвесно поднимались, а затем пробили 8-недельную среднюю скользящую. Цена 2 недели подряд закрывалась ниже ленты поддержки, а затем снова пошел рост. В конце концов, у каждого цикла свои показатели. Им не обязательно нужно быть одинаковыми. Тем не менее, у нас не было тестов 20-недельной скользящей с октября этого года. Я могу сказать однозначно, что в отрасли сейчас очень много новых денег. Посмотрите, как быстро падала цена биткоина. Вплоть до 51 тысячи долларов, а затем за очень короткий период времени отскочила назад. Это сработали ордера на покупку, выставленные наперед для покупки просадки. Просто поймите, как быстро меняются настроения в криптовалюте, и почему важно держать большую часть портфеля в биткоине. Ведь из-за его падения многие альты начали кровоточить еще больше. Многие из них не восстанавливаются сейчас, в то время, когда биткоин начал хотя бы временный подъем. Но если биткоин снова пойдет вниз, то альткоины придавят очень сильно. Всегда помните о риске падения цены. Криптовалюты сами по себе достаточно волатильны, а маржинальная торговля не самая лучшая идея. Цена возможностей очень и очень высока. Вы можете потерять свою крипту на маржинальной торговле. Тем более, когда биткоин стоит 55 тысяч, а не 3-4 тысячи, как раньше. С этим я тоже полностью согласен. Только вдумайся, если ты держишь крипту, ты можешь потерять только доллары. Но если ты занимаешься маржинальной торговлей, ты можешь потерять и доллары, и крипту, и все остальное, что вложил в эту позицию. Для новичков, которые раньше никогда не переживали коррекцию и зашли в рынок, потому что кто-то делает твиты про доги коэн. Поймите, что коррекция – это нормальное явление на рынке. Их еще будет достаточно много. Цена не может расти бесконечно. Иногда мы будем откатываться назад по мере того, как люди фиксируют свои прибыли. Сейчас я задаюсь вопросом, сможем ли мы удержаться выше 8-недельной среднескользящей, которую мы не пробивали с октября 2021-го. Если не получится удержать ее, то следующей целью будет 20-недельная среднескользящая. Нет никакой гарантии, что мы упадем туда, но если так произойдет, то именно там быки будут выстраивать ордера на покупку. Конечно же, если цена биткоина сможет скорректироваться до этого уровня. Пока цена находится точно над 8-недельной среднескользящей. Здесь ощущается давление покупателей. Посмотрим, окажется ли оно сильнее продавцов. Настроение может меняться в любую секунду. Может быть небольшой подъем, так называемый отскок дохлой кошки. А затем снова падение к прежним уровням. Если же 8-недельная среднескользящая не удержится, то цена биткоина пойдет вниз до уровня поддержки скользящих средних больших таймфреймов и попытается отскочить уже оттуда. Сейчас время на нашей стороне. Верхняя линия полосы лагрифмической регрессии находится на уровне 90 400 долларов. И она сдвигается вверх примерно на 70 долларов в день. Так что с каждым днем полоса регрессии становится выше. В прошлом цикле в ее же пределах образовался пик всего бычьего цикла, после чего начался медвежий рынок. Так же произошло и с позапрошлым циклом, только там тени даже превысили верхний предел полосы. Я просто хочу, чтобы вы расслабились и поняли, что иногда происходят неприятные вещи. Цена не может показывать постоянный рост. Старайтесь смотреть на общую картину. Посмотрите на месячный график. Шесть месяцев безостановочного роста. Это может стать нашей первой красной свечой сентября. Мы не видели подобного уже очень и очень долго. Вам нужно вернуться к 2013 или может быть даже к 2012. Вот здесь. Некоторые из свечей очень маленькие, но есть шесть месяцев подряд с зелеными свечами. Затем пару красных и снова рост. Не забывайте, что есть вероятность бычьего цикла с двумя вершинами, если у нас будет существенная коррекция, как и в 2013 году. В цене биткоина обязательно нужно удержать 8-недельную среднюю скользящую, иначе она провалится до 20-недельной средней скользящей. Кроме этого, нужно следить и за нижней границей логарифмической регрессии. Ведь если биткоин ее пробьет и закрепится выше, это означает, что нас ожидает большой-большой памп. Аж до 90 400 долларов на данный момент. Но не забывайте, что верхняя граница этой регрессии также поднимается на 70 долларов в день. Именно поэтому, чем дольше мы будем торговаться в этом диапазоне, тем выше будет пик этого бычьего рынка. Поэтому я считаю, что все, что здесь происходит, очень-очень позитивно для биткоина. На этом все. Если видео тебе было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Если ты тут впервые, подпишись на канал. Здесь мы говорим о криптовалюте каждый божий день. А то и по 2 раза в день. А то и по 3 раза в день. Как получится. Также подписывайся на телеграм, ссылка на него в описании под видео. Жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Делись видео с друзьями. Комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok